Также хочу поблагодарить наших спонсоров на Бусте. Вот они! Слева направо! Пополняйте наши ряды, Великая Армия Республики! Ну, пожалуйста. Битва за Релот была одной из затяжных битв воин-клонов. Планета переходила из рук в руки, на ней происходили серьезные баталии между Республикой и КНС, политические интриги внутри правительства Релота, а также грызня между членами Альянса Сепаратистов, для которых планета и ее жители стали очередной площадкой для возведения в жизнь их жадных амбиций. Всю первую половину воин-клонов на планете активно проливалась кровь. В этом видео мы расскажем все, о чем вы могли не знать про битву за Релот. Субтитры создавал DimaTorzok Еще за тысячи лет до появления Галактической Республики на Релоте уже существовала высококультурная цивилизация. Философы Твилеки. Они занимались исследованием таинственной энергии, которую чувствовали вокруг. Но это было очень давно. Ближе к воинам-клонов остальной галактики Твилики стали известны как рабы, а планета как место производства одного из сильнейших наркотиков. Работорговля являлась привычной частью жизни Релота еще с 12500 года до битвы при Явине, и продолжалась еще долгое время после контакта с Республикой. Особенно ценились девушки. Если быть точнее, танцовщицы. Когда Твиликийское сообщество вступило в Республику, были надежды на перемены в укладе жизни бедного рабского народа. Все-таки Республика выступала за демократические ценности, которые хранил и защищал Орден Джедаев. Но все случилось с точностью наоборот. Как в Республике, так и в других местах нашлось много желающих приобрести себе дешевого и покорного Твилека. Рабов часто продавали под видом заключения контракта, что позволяло обойти официальные законы, запрещающие рабство. Твилички же вскоре по всей галактике стали символом положения их хозяев, богатых и развратных. Так что ситуация, где Сенатор, громко выступая против рабства на трибуне, сразу же после летел на Рилот, дабы приобрести себе какую-нибудь девочку в нижнем белье, было обыденностью. Рил, или же облегченный Спайс, был одним из самых продаваемых наркотиков и основным доходом планеты. Его официальная продажа закончилась еще во времена Гражданской войны джедаев, но контрабандисты и иные криминальные авторитеты, понаехавшие на планету со всей галактики, с радостью заняли шахты, и производство наркотиков не просто не убавилось, а в огромных объемах увеличилось. Орден джедаев, конечно, пытался с этим бороться, но эти попытки были малоэффективны. На это есть несколько причин. Во-первых, джедаи туда пребывали в основном за новыми адептами, которых они забирали из семьи, и лишь иногда прилетали, дабы накрыть очередной картель или работорговцев. Но на месте одних тут же появлялись другие. Во-вторых, республика не особо вникала в проблемы Рилота, так как у нее самой была куча проблем. Да и зачем это надо, если на планете все относительно спокойно, а ее правительство абсолютно лояльно и уверяет, что у них все в порядке. Ну и в-третьих, само правительство Рилота способствовало развитию наркобизнеса и рабства. Криминалитет был интегрирован в общество и тесно сотрудничал с местной властью. Так что получается, что либо кого-то все устраивало, либо кому-то все было все равно. В таком обществе так или иначе появлялись мятежники, которые боролись с рабовладельцами и криминальными авторитетами. Эти твилеки не желали продолжать жить в таком обществе и грезили о смене власти, что вынуждало правительство в лице Орна Фрита поддерживать контрабандистов и других бандитов в усмирении народа. Одним из таких революционеров был Чам Синдулы. Он подозревал, что и галактическому правительству, и сенатору от его планеты Твилеку, между прочим. Безразлична судьба его народа, в то время как сами они оставались на комфортном корусанте, лишь заседая в Сенате. Для тех, кто считал, что в то время как в республике проходили жестокие споры и противостояние народов, альянс сепаратистов был сплочен в единый монолит, вынужден вас разочаровать. Внутри КНС были свои разборки и подковерные игры. Кто-то пытался выслужиться перед Дуку, желая заполучить такие же огромные вложения, как на том же Геонозисе или Мунилисте, а кто-то и вовсе желал занять его место. Для этого ролика мы вспомним Паселя Арджента, магистрата корпоративного альянса и бывшего члена Галактического Сената Республики, представлявшего свою родину, планету Курева. Это, на первый взгляд, не имеющее ничего общего с Релотом личность, стало одной из причин вторжения на планету. Дело в том, что Пасель уже пытался смести Дуку с его поста, но потерпел неудачу, а затем, благодаря нехитрому плану, и вовсе обрел образ труса. Об этом мы рассказывали вот в этом ролике. Он осознал, что стал козлом отпущения, для КНС, и вряд ли сможет чего-то добиться. С другой же стороны, его мир уже был втянут в войну клонов на стороне сепаратистов, а сама экономика полностью перестроилась на помощь врагам Республики, отчего сильно зависело от них. Сам народ не был рад такому раскладу и не очень приветствовал политика. Находясь в сложной ситуации, где он всем был неудел, Арджента решил отложить награбленные с оккупированных миров средства на черный день. Эти странные махинации не остались незамеченными. Вот Тамбор, еще один член Альянса Сепаратистов, начал подозревать Паселя из-за его странных перемещений и установил за ним слежку через дроида-шпиона, которого Пасель Арджента приобрел сам для слежки за Вот Тамбором. Ха-ха. Эээ, прикол. Через шпиона Тамбор выяснил, что Куривар отправился на Релот, чтобы встретиться с Твелеком Артруком, которого он нанял, чтобы скрыть сокровище, находившееся в его распоряжении. Загоревшись желанием похитить сокровище Куривара, Тамбор начал подготовку к вторжению на планету. Пока прибывший на планету Ардженте прятал свои богатства, за ним уже следили местные партизаны. Узнав, что один из главных членов Альянса Сепаратистов прячет здесь свои богатства, Войла, один из шпионов, сообщил Чан Синдули, что война в скором времени придет и на их планету. Синдула был против участия Релота в войне, так как его мир был беден, а эта война с легкостью могла стать причиной гибели всего его народа. Армии не было, инфраструктура, что гражданская, что военная, да потопная, а те криминальные авторитеты, у которых была хоть какая-то армия, либо разбегутся, либо примкнут к сепаратистам. Несмотря на это, было принято решение немедленно готовиться к войне. Его пытались убедить обратиться к Орну Фрита, но Чан посчитал, что пока политики примут хоть какое-то решение, уже и война закончится. В кратчайшие сроки он сформировал Твилекских борцов за свободу, организацию, состоящую из уроженцев Релота, которые были полны решимости противостоять иностранному угнетению. А тем временем, Тамбур уже обосновывал Совету Конфедерации свое желание вторжения на Релот. Усилия Эмира были поддержаны КНС, поскольку стратегическое расположение Релота на Коррелианском пути и его богатство, полученное от торговли наркотическими веществами, поспособствовали бы улучшению положения на фронте. Слухи о войне очень быстро дошли и до Орна Фрита, и до Республиканского Сената. Та считал это провокацией Чан Синдулы, что было небезосновательно. Ведь сам Синдула настраивал народ против вступления в войну и недопущения расположения войск на планете. А тут от его же людей пошли разговоры о войне и призыве прислать войска. В общем, как и подозревал Синдула, обсуждение данного вопроса было очень долгим, и Республика не успела подготовить достаточно сил для отражения атаки. Открыть огонь! Как и предсказывал Синдула, вскоре прибыли силы вторжения Конфедерации и атаковали Рилуф. Перед самим вторжением Республике все же удалось отправить хоть какие-то войска на планету, которые возглавил генерал-джедай Айм Гандай и капитан Килле. Я не буду подробно останавливаться на количестве войск с обеих сторон, так как эти цифры очень смешные. Когда я ознакомился с материалом, то казалось, что битва шла не за целую планету на протяжении почти половины воин-клонов, а за деревню Пушкина с одной-единственной улицей Колотушкина. Почему были такие маленькие армии, я уже рассказывал в конце вот этого ролика. Ну а теперь вернемся к битве. Хоть борцы сопротивления не были рады республиканцам, но препирательство времени тоже не было, ведь армия дроидов уже высаживалась на планету. Сепаратисты сначала блокировали планету флотом из двух звездных фрегатов класса «Щедрый» и модифицированным грузовым кораблем ЛХ-32-10 типа «Барышник», что отрезало релот от любого снабжения извне. Сбивалось абсолютно все, от военных до гражданских и торговых грузов. Флот республики, который высадил войска, не мог оказать никакого сопротивления, так как он был в меньшинстве. После блокады несколько десятков десантных кораблей Си-9979 под прикрытием авиации высадили наземные силы. Армия дроидов победным маршем шагала по планете, штурмуя населенные пункты, разрушая гражданскую инфраструктуру и сжигая посевы твилеков. Первые линии обороны, подготовленные государственными войсками, которые еще не разбежались, были очень быстро прорваны. Каменные и деревянные дома с легкостью разрушала авиация, а оставшихся в живых защитников добивала пехота или давили танки. Продвижение сепаратистов замедлилось лишь тогда, когда они наткнулись на Синдулу и джедая с их войсками. При наличии танков AT-TE и клонов удалось отбить первые волны противника. Несмотря на локальные успехи на планете и усилия республиканского флота, состоящего из нескольких звездных разрушителей класса Венетор, которым командовал адмирал Дау, исход битвы все еще был в значительной степени в пользу КНС. Сепаратисты располагали огромной армией, множеством танков, которые атаковали под прикрытием авиации, в то время как у республиканцев даже простые DC-шки были в дефиците. Армией сепаратистов руководил генерал Мартуук, который знал, что силы республиканцев на исходе, из-за чего не сбавлял темпа наступления, посылая буквально все на противника, что в конечном итоге вынудила силы обороны, потеряв всю технику, отступить в каньон. У нас на исходе провианты, вода и тяжелые орудия вышли из строя. Дух защитников упал окончательно, когда весь флот адмирала Дау был вместе с ним уничтожен, а провианты, медикаменты уже заканчивались. Перед своей гибелью Дау успел связаться с курсантом и доложить о ситуации. В докладе было сказано «Острая нехватка продовольствия, острая нехватка медикаментов, армия клонов и местных сопротивленцев разгромлена, сама планета полностью отрезана от внешнего мира, силы обороны взяты в котел». Дау не успел завершить свой доклад, так как флот конфедерации вывел из строя реактор его крейсера, что привело к постепенному отказу других систем и в конечном счете к уничтожению его корабля. Помимо армии дроидов, которые не сбавляли темп, у обороняющихся была еще проблема — беженцы. Среди них было множество раненых, стариков, женщин и детей, что очень замедляло их. Аймгандай принял решение удержать сепаратистов, пока Сендула и его люди уведут беженцев. Джедай верил, что Твелекам пришлют помощь, ему было необходимо лишь выиграть время. Генерал и капитан Килли решили превратить оставшийся ЛААТ в бомбу, взорвав которую, они обрушат ближайший перевал. Сепаратисты будут вынуждены наступать по узкому фронту, что их не остановит, но хотя бы задержит на какое-то время. Таким образом, клоны смогли бы обеспечить борцам за свободу, их семьям и остальным беженцам прикрытие для побега. В то время, как Сендула и его люди начали отступление, клоны уже взорвали шаттл и организовали оборону в узком горлышке. И помните, мы должны выиграть как можно больше времени. Есть, сэр. За республику! За твои лидии! Бой был недолгим. Генерал-джедай Айм Гандай, капитан Килли и все оставшиеся бойцы погибли. Капитан Килли, я еще жив, сэр. Что ж, пусть машина запомнится. Говорит республиканский порт 099. Мы пробились к вам. Твои лидии продолжат против лидии. У нас дали. Росприбал к точке сброса. Битва за Релот была проиграна. Интересно, что столица Лесу так и не подверглась атаке. Дроиды до нее даже не дошли. Битва за планету официально закончилась после уничтожения крупного города Рез-Дин. Он считался вторым по величине и по количеству жителей. Бомбардировщики типа Гиена стерли город с лица земли. Остальные города, в том числе сама столица, увидев этот ужас, сдались без боя. Несмотря на полное уничтожение сил Республики и разгром правительственных сил Релота, жители планеты организовали серьезное партизанское движение. Республика смогла оказывать им помощь, пусть и в минимальных объемах, получив разрешение от короля Тайдария и Катунка использовать его планету в качестве плацдарма для доставки припасов В ходе следующих столкновений борцы за свободу сильно пострадали в борьбе с сепаратистами на равнинах Казны. Регион серьезно пострадал в ходе конфликта, но благодаря жертве многих партизан большая часть кораблей и транспортников Конфедерации были уничтожены. Однако силы Синдулы были вынуждены скрыться, поскольку дроиды продолжали выслеживать их. Борцы за свободу создали укрытие внутри корпусов сбитых транспортников Конфедерации. На этих базах размещались не только солдаты, но и беженцы, обеспечивая безопасное убежище для любого Твелека, которому удалось избежать захвата сепаратистами. Несмотря на оккупацию, жизнь Твелека в первое время сильно не изменилась. Криминальные структуры, в которой была сосредоточена крупная диаспора неймодианцев, с распростертыми объятиями поприветствовала КНС. В первую очередь из-за того, что Торговая Федерация, родина этих бандитов, была одним из членов Альянса Сепаратистов. Да и сам генерал Мартуук, завоевавший планету, был их, так сказать, односельчанином. Поэтому в целом инфраструктура при Сепаратистах не пострадала, торговля рабами и производство запрещенных веществ было быстро налажено. С другой же стороны, участившиеся атаки на дроидов, уничтожение техники и широкая поддержка сопротивления среди масс изменила политику КНС на планете. Из деревень и мелких городов, очагов поддержки партизан, все население изгонялось и отправлялось на новые фабрики дроидов. Сам Уоттамбор организовал свою резиденцию в столице, оставив тактических дроидов командовать на местах. Генерал Мартуук был назначен командиром флоты. Было принято решение посадить за стол главы марионетку Дуку Твелека Кхаариса Фенна. Никто спорить с этим не стал. Тамбор собирал богатство, пока Кхаарис выходил к народу, показывая, что сепаратисты не оккупировали планету, а освободили от гнета республиканцев. Несмотря на потерю планеты еще в самом начале войны, республика не спешила спасать своего союзника. Армия клонов разлетелась по всей галактике, ресурсов на это просто не было. Да, и сама планета была не такой уж и важной. Ну, за исключением, конечно, Коррелианского пути, благодаря которому КНС в данном секторе удачно рейдило слабозащищенные суда республиканцев. Единственный, кто хоть как-то пытался обратить внимание на релот, был Орн Фрита, чьи слезные речи стали его фишкой. Более того, республика стала использовать страдания от велеков для большей мотивации богатых меценатов и простых граждан спонсировать их. А рассказывать там было о чем. Как я уже говорил, жизнь на релоте с приходом КНС не сильно изменилась, но если раньше республика умалчивала пропоголовное рабство с производством наркотических веществ, то сейчас это стало чуть ли не одним из главных рупоров пропаганды. на самом жарелоте ситуация ухудшилась. Несмотря на блокаду, снабжение повстанцев худо-бедно шло, но вот тамбор, наблюдая серьезное сопротивление и риск вторжения флота республики на планету запустил репрессивный аппарат на полную. В первую очередь он боялся потерять драгоценности, которые он не вывез в тыл, вероятнее всего опасаясь, что Арджента попытается их отбить. Более того, сам гарнизон дроидов не сказать, что был большим. На это было тоже несколько причин. Опыт войны с партизанами показал, что наличие большого числа техники и армии не помогает, а лишь усугубляет ситуацию, так как налеты происходили все чаще. С другой же стороны на орбите сосредоточился относительно крупный флот, который, как рассчитывали сепаратисты, не позволит республике достичь поверхности планеты. Продолжение следует... Вскоре Совет Джедаев разработал план вторжения и освобождения Орелоты. Генерал-джедай Энакин Скайуокер и его подаван Асока Тана прорвут блокаду Конфедерации и окружающую планету, позволив генерал-джедаем Мэйсу Винду и Оби-Вану Кеноби высадиться силами вторжения. Предвидя нападение республики, сепаратисты начали подготовку к обороне. Их оборона включала три линии. Первая линия подразумевала остановить республику еще на подлете к планете. Туук отправил четыре своих фрегата класса Щедрый, включая линейные крейсеры, ждать за пределами пространства релота в гиперпространственном прыжке от планеты. Как только республика прибудет, Туук планировал заманить их в ловушку и использовать свое подкрепление, чтобы уничтожить силы вторжения. Если все-таки вражеская армия прорвет блокаду, то тут вступает вторая линия, состоящая из тяжелых орудий J1, расположенных в городе Набат. Они должны будут уничтожать десантные корабли, не позволяя им приземлиться или подойти к столице. А дабы избежать орбитальной бомбардировки, тактический дроид разместил пленных твилеков рядом с полуавтономными пушками сепаратистов, используя заложников в качестве живых щитов. Если уж и здесь республика сможет прорваться, то чтобы взять столицу им придется постараться, ведь единственный способ туда попасть это через мост, который дроиды могли отключить, как только силы врага подойдут к городу. Республиканцам понадобится много времени, а атаки затребуют высоких жертв со стороны солдат, что сыграет на руку КНС. С одной стороны, затяжная военная кампания была невыгодна республике, так как это все требовало много ресурсов. С другой же стороны, сепаратисты все время битвы могли проводить запугивание населения, увеличивая разлад между местными и республиканцами. А если дела шли бы совсем плохо, то смогли бы относительно безопасно эвакуировать основные силы. первую волну республиканского наступления возглавили Скайуокер, командир Тано и адмирал Вулф Юлорин, которые отправились со своей оперативной группой прорывать блокаду релота Тулуком. Выйдя из гиперпространства, их трио звездных разрушителей класса Венатер решительный, защитник и искупитель вступили в бой с силами Тулука. Энакин считал, что его сил будет достаточно, чтобы пробить силы блокады в лобовую, забыв о какой-либо разведке и уж тем более о сборе данных. В ошибке Скайуокера можно и записать назначение Асоки, подавана без опыта командовать силами прорыва. Атака прошла ужасно. Республика медленно, но верно проходила в ловушку к сепаратистам. Молодая девушка без каких-либо сомнений повела эскадрилья на прорыв. Видя локальные успехи, в которых звенья и ее истребители Ви-19 уничтожали орды друидов-стервятников, которые их очень легко пропускали и почти не наносили урона, Асока устремилась вперед. Дабы прикрыть командора Тана, Юларин подвел венатеры вплотную к противнику. Когда ловушка захлопнулась, подкрепления в виде фрегатов типа Щедрый вышли из гиперпространства. Сложилась такая ситуация. Венатеры находились в зоне поражения превосходящих сил вражеских крейсеров, а также под плотным огнем истребителей дроидов-стервятников. Республиканские эскадрильи же не могли оказывать прикрытие флоту, но и не могли атаковать, так как подкрепления создали непреодолимый огневой барьер. Тана, уверенная в своей способности прорвать блокаду, ослушалась приказа Энакина об отступлении и продолжила движение навстречу врагу, продолжая терять пилотов по пути. Командир, это западняк! Вы преувеличивайте, адмирал, мы пройдем! Голубая эскадрилья, тот же курс! Понял, ведущий! Приказываю вернуться на базу! Требуется помощь! Асока слишком рискованно! Выводи оттуда людей! Назад не повернули! Экс, ты меня слышишь? У меня двое на хвосте! Не могу стряхнуть! Не могу помочь, Экс, у меня та же проблема! Когда эскадрильи потеряли уже до 80% личного состава, Асока уступила и вернулась к отступающим. Сами венатеры также получили серьезный ущерб. Потеряв Искупитель, Энакин отдал приказ об отступлении. Когда Тулук увидел, что республиканцы отступают, он приказал стервятникам провести самоубийственные атаки. Эти атаки нанесли внушительный ущерб двум оставшимся. Один из дроид-истребителей врезался в командный мостик, где стояли Скайуокер и юборь. Что ознаменовало окончание сражения. Адмирал, ответьте! Адмирал! Держитесь, адмирал! Уходим отсюда! Как только истребители сядут, переход на скорость... Потеряв до половины личного состава, Скайуокеру не дали ни подкрепления, ни больше времени для планирования атаки. Несмотря на то, что противник почти не понес потерь, Скайуокер смотрел на битву оптимистично. Он пересмотрел подход к битве и решил импровизировать. Венатер-защитник, самый пострадавший из двух оставшихся, использовался как приманка, начиненной взрывчаткой. Он приказал всему составу эвакуироваться, а сам остался, дабы дольше держать противника в неведении путем забалтывания. Пусть Асока в первой атаке показала себя мягко говоря не в лучшем свете, это не помешало назначить ее командовать оставшимся венатором решительной. Скайуокер направил защитника обратно в систему Релот и предложил себя, корабль и его экипаж Тууку в обмен на доставку продовольствия и медикаментов Твилекам. Туук, опьяненный успехом, согласился, стремясь к славе, которая придет с поимкой знаменитого генерала Скайуокера. Только после полного сканирования защитника Туук понял, что на борту была только одна форма жизни сам Энакин. Когда Скайуокер на полной скорости направил защитник к заготовителю, Туук приказал уничтожить приближающийся корабль, однако Крейсер не удалось остановить даже объединенной огневой мощью всех кораблей, находившихся в блокаде. Защитник врезался прямо в центральную сферу, а Скайуокер с R2-D2 сбежали в спасательной капсуле. Туук сбежал со своего командного корабля перед его уничтожением, оставив дроида-командира отвечать за оставшуюся часть флота. Тем временем Тана вступила в бой с оставшимся флотом конфедерации из шести фрегатов класса Щедрый. Посоветовавшись с капитаном КС-7567 по прозвищу Рекс, офицером-навигатором и Юлорином, Асока решила повернуть Венатом брюхом в сторону блокады, тем самым защитив мостик и главный ангар. Этот классический маневр вошел в историю как Марк Сабля. Стратегия весьма отчаянная, но в данных обстоятельствах необходимы радикальные меры. Одинокий пылающий Крейсер привлек внимание дроидов, позволив бомбардировщикам обойти их с фланга. Пока сепаратистский флот безуспешно пытался пробить щиты брюха Крейсера, Асока с оставшимися эскадрильями обеспечила прикрытие бомбардировщикам, которые принялись методично уничтожать блокаду противника. Республиканским бойцам удалось ликвидировать блокаду конфедерации совсем незадолго до прибытия сил вторжения Винду и Кеноби. Говорит Оби-Ван, мы можем начать высадку? Да, магистр, путь вам открыт. Не стану интересоваться, где остальные корабли Энакина. Или почему он в люльке? Так как 501-й понес серьезные потери, он не стал принимать участие в наземной части в начале. Энакин остался защищать подступы к планете, параллельно перевооружаясь и пополняя потери. 212-й и 91-й корпус разведчиков приступили к высадке. На поверхность. Если возьмете город на БАД, у нас появится плацдар. Пора знакомиться с аборигенами. В это же время сепаратисты задействовали вторую линию обороны, где полуавтономные протонные пушки уничтожали неуклюжий десант противника прямо в воздухе. Кеноби и Винду приняли решение разделить высадку на два этапа. Техника и основные силы останутся на транспорте, который отступит с зоны поражения орудий, а Оби-Ван вместе с Ротой Призрак уничтожит орудия, тем самым обеспечив безопасную высадку основных сил. 212-й был знаменит своим умением успешно десантироваться прямо на поле Буэ и немедленно переходить в наступление. Эта высадка являлась одной из тех, благодаря которой бойцы и получили свою известность и статус одного из элитных подразделений ВАР. Бойцы успешно высадились у стен города на БАТ. Рота Призрак была вынуждена ограничиться бластерами и электромагнитными гранатами, чтобы не разрушать дома Твилеков. Это серьезно усложняло процесс штурма, но благодаря Кеноби оборона города была прорвана. Республика закрепилась на окраинах города и отправила разведгруппы для сбора информации. Тем временем в стане сепаратистов вновь появился разлад. Граф Дуку требовал отвод тамбора немедленно приступать к эвакуации, в то время как тот убеждал графа о том, что ситуация под полным контролем. Дело в том, что тамбор, окрыленный успешными докладами с фронта и опьяненный богатством, не видел истинной картины. Имеется в виду, что флот Энакина по факту пусть и победил, но сам был почти уничтожен и встал на ремонт. Десант также считался безуспешным, ведь основные силы, понеся потери, вновь вышли из атмосферы планеты, а малая группа, которая смогла закрепиться на окраинах по заверениям не абы кого, а целого тактического дроида, не представляла никакой угрозы. Дуг уже видел картину более ясно. На орбите знаменитый генерал Скайуокер, а десантом командует его учитель Оби-Ван Кеноби и один из сильнейших мастеров Ордена Мейс Винду. Даже если мы закроем глаза на командующих, то соотношение войск тоже было не в пользу сепаратистов, что являлось весомой проблемой. Армия дроидов всегда отдавала предпочтение массированному штурму и очень полагалась на превосходство противника количеством. Ввиду скудности ресурсов сепаратисты решили использовать то, что у них есть по максимуму. К примеру, у них не было щитов или иных оборонительных сооружений, поэтому они решили использовать твилеков в качестве защиты. У них не было армии, чтобы выбить республиканцев с плацдарма, но зато у них были местные хищные звери гудкуры, которых они содержали в ужасных условиях в огромных количествах. Выпустив зверей, те устремились на засевших клонов. Первой пищей на их пути оказались Бойл и Ваксор, два лучших бойца из роты призрак. Ситуация улучшилась, когда солдаты встретили девочку Нуму, которой удалось избежать плена. Она провела их по секретному подземному ходу в ее доме, что спасло жизнь бойцам. Но они не успели предупредить своих о надвигающейся угрозе. Подразделение было застегнуто врасплох и понесло серьезные потери. Бластерные заряды не пробивали их панцире, а вот острые зубы гудкуров с легкостью прокусывали кожу и кости солдат. Конечно, бронепластины клонов не позволяли хищникам дотянуться до солдат, но те быстро смекнули, что в пространствах между пластинами у солдат защиты нет. Кеноби удалось заманить гудкуров в переулок с помощью силы, и звери оказались в ловушке после того, как командор Коуди и его люди взорвали мост над входом. Несмотря на победу, силы республики были на исходе, но благодаря новому знакомству Ваксера и Бойла с Кеноби и Коуди удалось составить план действий. Пока оставшиеся бойцы пошли на штурм в лоб, отвлекать на себя силы дроидов, Кеноби и двум бойцам удалось освободить заложников твилеков, а освобожденные заключенные сбежали в тоннеле, что лишило орудия защиты. Оби-Ван, Ваксер и Бойл захватили одну из протонных пушек и начали уничтожать соседние. Их атаку поддержали и местные жители, которые буквально разорвали дроида тактика на куски, что ознаменовало закрепление республики на планете. Позже, перегруппировавшись с основными силами 212-го, Кеноби направился на юг, чтобы обезопасить пустыню Джексуан и остальную часть южного полушария планеты. Командир, что за слово она повторяет? Нера значит брат. После потери орудий и высадки основных сил Уоттамбор приказал приступать к третьей фазе обороны, все еще надеясь отстоять планету. Дуко, наблюдая за тем, как его союзник, опьяненный жадностью, не видел очевидного поражения, выдвинул ультиматум о немедленной эвакуации, что немного отрезвило тамбура. Он немедленно приступил к сбору всего ценного, что имелось на планете. Из-за того, что основные силы были направлены на сборку драгоценностей, 91-й корпус разведчиков очень быстро продвигался к столице. Маршал Нейо применял тактику, аналогичную немецкому Блицкригу. Используя баркспидеры, колесные джиггернауты и другую мобильную технику, он окружал части сепаратистов в населенных пунктах, перерезая им линии снабжения. И, не сбавляя темп, продолжал продвигаться к столице, пока менее мобильная пехота под прикрытием AT-TE добивала ослабевшего в котлах противника. Эта тактика поможет Нейо победить во многих компаниях, включая битву за Силики Май, о которой уже есть видео на канале. Майс Винду взял под прямое командование эскадрон Молни. Это подразделение являлось одним из лучших и самых мобильных частей в 91-м корпусе. По сути, их можно сравнить с танковой дивизией Роммеля. Майс Винду приказал основным силам шагоходов AT-TE для более быстрого продвижения идти через узкое скалистое ущелье, а Молнии прикрывать колонну. Ожидаемо колонна попала в засаду. Танки сепаратистов выбили передний и замыкающий танк, что закрыло колонну в ловушку, но благодаря эскадрону Молния катастрофы удалось избежать. Бойцы на легких шагоходах AT-TE стремительно прорвались к танкам противника и уничтожили всех. Не пора ли бежать? Несмотря на несбавляющиеся темпы наступления, армия Винду постепенно лишалась огневого превосходства из-за засад и бомбардировок авиации противника, которая все еще имела превосходство. На военном совещании канцлеру Палпатину и Орну Фрида было доложено о растущих потерях и неуверенности клонов командиров, что столицу вообще удастся взять. Генерал Скайуокер и Оби-Ван не могли оказать помощь, так как первый держал оборону в космосе и до сих пор восстанавливался, а Кеноби еще захватывал Южное полушарие, не поспевая за успехами Нейю и его солдат. А 91-й корпус разведчиков не располагал широким парком тяжелой техники, которая как раз и требовалась для взятия столицы. И вот тут возникает закономерный вопрос. А зачем тогда нужно было брать именно их на именно это задание? Так вот, дело в том, что Сенат давил на военное руководство, требуя быстрой победы на релоте. 212-й и 91-й подразделения обеспечивали им эту быструю победу. О крупных потерях в сводках умалчивали компенсируя это докладами о взятии ненужной деревни. То есть в стратегическом плане в этом не было вообще никакого смысла, а вот в политическом ведь это же новые кадры радостных жителей, которых освободила республика. Мейс Винду предложил заручиться поддержкой местных повстанцев, которые усилили сопротивление в тылу сепаратистов. Но Орнфрита и канцлер были против такого. В первую очередь, Чам Синдула не был столь лоялен к республике, как тот же Та, отчего его рассматривали не как союзника, а скорее как врага, который должен быть уничтожен либо сепаратистами, либо силами армии клонов. Стоит добавить, что Синдула выступал за радикальные перемены в обществе, возвращение его народа к времени, когда тот не ассоциировался с рабством и наркотиками. Нельзя, конечно, сказать, что он хотел выхода релота из республики, но его отношение к ней было больше негативным. Он, как и многие твилики, не видел особой разницы между КНС и республикой, что одни, что вторые использовали его планету и народ, и не старались как-то улучшить их суровую жизнь. К тому же, личную ненависть к нему испытывал и Орнфрита, так как Чам был его главным политическим оппонентом, а страдания народа ни для него, ни для Сената не были значимой причиной забыть о разногласиях. Несмотря на возражения, Винду не стал идти на поводу у политиков и принял решение вступить в переговоры с Чамом. Переговоры начались не очень гладко. Чам ясно дал понять, что для него нет разницы, в чьих руках находится плеть для усмирения его народа. В это же время Дуко был категорически недоволен развалом фронта и чрезмерной жадностью Тамбора. Граф приказал лидеру Техносоюза перед отступлением уничтожить все деревни и города, включая столицу, с идеей показать галактике цену победы республики. К чему незамедлительно и приступила авиация дроидов? Что было разведка по этой деревне? Неприятель не оставил. Там местные в основном женщины и дети. Остались у нас пайки. Там ведь голод. Командир, вражеские самолеты в нашем секторе. Докладывай. У нас потерь нет. Они не по нам бомбили. В деревне. По всей планете доносились отчеты о сожженных городах и деревнях. Для борьбы с авиацией пришлось обращаться к силам Скайуокера, которые были в процессе перегруппировки, но их было недостаточно. Мы сбиваем бомбардировщиков пачками, магистр Виндол. Но их слишком много. Вряд ли нам удастся остановить всех. Однако это сыграло на руку республики. Бомбардировка конфедерации и планеты Твилеков дала толчок в переговорах с Чамом. Винду настаивал на том, что пока здесь идет война, эти ужасы и сводки об огромных гражданских потерях будут постоянными. Синдула согласился на союз в обмен на условия. Сенатор Орн Фрита не допустит вооруженной оккупации Релота, в то время как Синдула пообещал не стремиться к политической власти. Несмотря на сложную ситуацию у обеих сторон, удача была на стороне республики. Войска Нейо и Ковде отражали контратаки немногочисленных остатков дроидов B-1 и B-2 под прикрытием дроидов-пауков серии OG. А авиация под командованием генерала Скайуокера и Асоки Тана перехватывали бомбардировщики противника. Подкрепления дроидов, которые были вызваны Уоттамбором, вопреки требованиям Дуку немедленно покинуть планету, были разбиты на подлете к планете. Несмотря на то, что на орбите был лишь один полноценно действующий Венатар, его сил хватило, чтобы отразить атаку сепаратистов. Поэтому вместо подкрепления дроидов на планету прибыли силы 501-го легиона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодаря своей жадности вот тамбор, который желал забрать себе все до копейки, очень сильно затянул с тактикой выжженной земли, что спасло большую часть планеты, а самое главное – столицу. Осознавая, что ему все еще не хватает времени, он сосредоточил наземные силы для прорыва сужающегося кольца, чтобы затормозить республиканцев. Благодаря разведке этот маневр быстро заметили. Силы 501-го во главе с Энакином Скайуокером и Асокой Таной выдвинулись на перехват. Совместно с Клон Капитаном Брейкером, который обладал уникальной броней, Силы Республики выстроили серию башенных оборонительных платформ вдоль пути, которые сепаратисты намеревались пройти через деревню. План удался, и последняя попытка прорыва сепаратистов завершилась полным фиаско, так как они не смогли ни выиграть время, ни уничтожить деревню. Винду и бойцы эскадрона Молнии проникли в последний транспортник, благодаря чему смогли пройти через мост. Несмотря на то, что их раскрыли, Рейзер и Стак смогли завладеть пультом управления мостом, пока Винду прорывался к вод Тамбору. Армия Республики ворвалась в город и смела армию дроидов за считанные минуты. Вот Тамбор слишком поздно осознал, что проиграл. Его нерасторопность, алчность и жадность привели его к потере Рилота и его пленению. В честь победы Республики был организован совместный парад войск в столице. Харис Фен либо бежал с остатками сепаратистов, либо погиб во время штурма столицы. Дело в том, что о нем говорится в энциклопедии «Звездных войн», в то время как мультсериал его личность проигнорировал. Битва за Рилот была окончена. Далее сюжет битвы за Рилот серьезно расходится. В каждом сюжете представлены множество ключевых персонажей, таких как Падма Амидалы в компании Китфиста, отправляющихся на переговоры с Кэт Бэйном, или как Эйла Секура и Луминара Ундули на третьих планетах узнают секретную информацию о каком-то ноунейме Сарилоте. В общем, если до этого события немного противоречили друг другу, но я мог построить причинно-следственную связь, то вот после захвата столицы начался какой-то кавардак. Поэтому я вам расскажу лишь суть, которая отразилась в нынешнем каноне и расширенной вселенной. После победы Республики все договоренности Чам Синдула и Орнфрита были тут же забыты. Армия клонов осталась на планете, обуславливая это стремлением очистить планету от остатков сепаратистов. Синдула постепенно прекращал сотрудничество с Республикой и боролся отдельно от них. Растущие разлаты и игнорирование договора обеими сторонами обостряло отношения, а недоверие с обеих сторон не позволяло найти какой-то компромисс. Это все играло на руку сепаратистам, которые так же, как когда-то и Республика, наладили снабжение своих разрозненных сил. 501-й активно боролся с уцелевшими частями сепаратистов, организовавших в городе Рездин сопротивление. Командовал силами Кул Теска, скокаанский ученый. Он запросил у графа Дуку оставшиеся на релоте силы дроидов, чтобы отвлечь Республику, пока он заберет ядро недавно разработанного гравитационного оружия. Также на помощь ему был отправлен Кэт Бэйн, знаменитый охотник за головами. Звон монеты, хруст купюр от увиденного оружия заставил наемника повысить цену, что превратило его во врага для всех. После череды сражений оружие было вывезено с релоты Теской, а Бэйн смог сбежать. После подавления последних активных очагов сопротивления, командование на планете было передано мастеру-джедаю Танису и командору Флэйбэйну, которые продолжили оккупацию релоты уже под флагами Республики. Чам Синдула, наблюдая, как все больше клонов прибывает на планету, опасаясь эскалации конфликта, пошел на уступки, тем самым ослабив сопротивление. Официально релот признают освобожденным лишь после приказа 66. Империя, поглотившая обе противоборствующие стороны, возьмет контроль над всей галактикой. Осознавая слабость правительства Релоты и мятежность Синдулы, было решено убить одним выстрелом двух зайцев. Империя потребует демилитаризации Релота, обещая уйти после этого, как заберет все оружие. Орнфрита выступит гарантом обещаний, за что позже будет застрелен, а Чам Синдула будет в этом обвинен. Лишив опустошенной войной релот всех значимых личностей, имперская администрация возьмет прямое управление над планетой. Вся элита, которая зарабатывала на рабстве и продаже наркотиков, будет превращена в рабов или уничтожена. Преступные картели на планете будут стерты в порошок. Из-за того, что планета станет верным слугой империи, в нее польются инвестиции, где откроются множество военных заводов и фабрик. Несмотря на ксенофобию, Твилекам наконец-то откроются двери в мир науки, о чем когда-то грызили твилекские борцы за свободу. А за годы верности власть в релоте передадут совету твилекских кланов. Вот такая вот была коротенькая история битвы за релот. Замечаю, что чем глубже я погружаюсь в далекую-далекую, тем больше противоречий я встречаю. В какой-то момент я даже хотел сказать, что рад тому, что Дисней отказался от расширенной вселенной, но ознакомившись с каноничной версией битвы, понял, что дыр там даже больше, чем в легендах. Ну, оставим жалобы. А что думаете вы? Дайте нам знать в комментариях. У микрофона был Дмитрий. Приятно познакомиться. У меня уже, если честно, крышак плавится от вот этого текста. Вещал для канала Вел Студио. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин